Поделись со словом, и потом у нас будет трапеза Господня. Я всех приветствую, церковь, слава Богу, Бог дает время еще. Быть у вас очень интересно, свидетельство, как сказал пастор Геннадий, я могу только подтверждать, что все это существует, все это есть. На самом деле, есть Господь Бог, и слава, хвала Ему, и за чудеса Его. Чувствуется, с дороги устал я за сегодня, но о славе Божьей всегда надо говорить. Это нам назидание для утверждения, потому что сатана будет всегда нас выбивать с колеи, и всегда будет говорить, что не получится, и не будет. Хотелось бы к клетке сказать, ученые до сегодняшнего дня, клетка молодого и старого, она одинаковая. И откуда берется старость, они не знают, и говорят так, если мы откроем секрет старости, мы откроем секрет молодости. Так что Божье таинство сложно человеку постичь и вникнуть без его разрешения. Свидетельство мы таково, мы также были в христианском лагере. Это как бы научение для самого себя. И закончился христианский лагерь, и мы решили разделиться на две группы. Жена с детьми поехала в другой машине, а мы с одной из дочкой и брат с Америки, он за рулем, мы поехали на другой машине. Утром рано он говорит, я вас жду 6 часов возле машины. Ну, я знаю, что американцы, как и немцы, как и многие люди разных национальностей, ну, имеют пунктуальность такую. Я смотрю, 6 часов, но он не машет рукой, не зовет, думаю, как-то странно. Думаю, ладно, подожду. Проходит 10 минут, машет. Я подхожу, говорю, Эрик, ну, я говорю, 6 часов. Он говорит, ничего, нормально все. Я думаю, ладно, едем. И вы знаете, проходит 20 минут поездки, это утром рано, начало седьмого уже. И где-то в поле видимости, зрение по трассе, знаете, пыль такая, непонятная. Как-то вот как преломление асфальта, ну, уж еще не жарко потоков. И буквально через 40 секунд где-то мы подъезжаем. Громаднейшая авария. Это КАМАЗ, груженный зерном с прицепом. Лобовое столкновение с Татрой. Буквально перед нами. Мы остановили машину, резко выскочили, стали вызывать, естественно, скорую МЧС, потому что на дороге лежал водитель. Рядом вылетел с кабины пассажир. В Татре человек оказался в лесополосе, зажатый полностью в металле. Вот. И я подошел сначала к пассажиру, который рядом, это экспедитор, я так понимаю. И я говорю, что произошло? Он с недовольством говорит, водитель уснул. Мы подходим к водителю, помогли поднять голову, потому что такой асфальт кривой, подложили пенопласт. Я внутри чувствую побуждение помолиться за него. Такая громадная ответственность из-за этого человека. Я подошел, он лежит, прокнил, шевелится, и я понимаю, что травмы очень серьезные. Я так думаю, а там переломы позвоночника. И пошевелить чем-то он либо не мог. Я его взял за руку, он говорит, дай мне мою руку, говорит, ну она, положи ее на грудь. Я положил, он говорит, что произошло? Я говорю, ты попал в аварию. Он стал приходить в себя после шока. Я говорю, послушай. Я говорю, если ты не против, я помолюсь за тебя. Он говорит, не против. Я помолился за него молитвой благословения, прощения. И я говорю, Господь Бог, Он с тобою. Очень быстро приехал МЧС, приехала скорая. Ну, скорый врач, он также понимал, что серьезные травмы, потому что пошевели ногами, тут полностью ничего не чувствовал. Я его спрашивал, ты чувствуешь озноб? Он не чувствовал боли. Он не чувствовал вообще. Вот мы отдали как бы это все в руки Божьи. И то, что мы могли там, помогали. Пошли и поехали. Вот. И приехали, я приехал раньше в другой город. И договорились, что я буду ждать, когда моя жена выйдет с детьми. Звонит моя жена, говорит, слушай, тебе не надо спешить, останься там на квартире у брата. Дитё заболело. И ты дождёшься, когда мы приедем. Я говорю, хорошо, я остаюсь. Хотя, знаете, ей существует уже договорённость, что надо быть на служении. Я остаюсь. Думаю, вечером я всё равно успею на служение в другом городе. И получается, что это город Новомосковск. И звонит опять же, она говорит, мы выезжаем, это уже поздно. Я как бы проявляю недовольство. Я говорю, слушай, ну как-то уже поздновато, надо было меня отпустить. Я говорю, я бы поехал, я там делал дела. Ну, вот, сын хочет, чтобы ты, он плачет, чувствует плохо, чтобы тебя, чтобы ты его дождался. Я говорю, хорошо, я буду ждать. Естественно, приходится переночевать, но в этой квартире нет условий вообще. Вот. И я переночевал, естественно, надо идти на служение, уже иду в другой город. А утром, перед тем, как ложиться спать, знаете, входит просто такой голос, приготовь слово. Я говорю, как-то, я так внутри, да я не готов. Но тем не менее, открываю Писание и начинаю готовить слово. Приготовил слово, лег спать, утром просыпаюсь, ну, понятное дело, это дискомфорт, и после всего, скажем, леса, после всего этого, ну, идем на собрание. Я, уже собрание буквально через 5 минут начнется тут, а жена уже приехала. И подходит, моя жена говорит, послушай, там есть чистые вещи, быстро, у тебя 2-3 минуты, там душ работает, раз, раз, все. Я быстренько бегу в душ, переоделся, ну, пришли на собрание, сели, это церковь, как бы там, я уже слово говорил, делился. И мы пришли, сели, идет прославление, и брат выходит и говорит, подходит, говорит, послушай, у тебя есть слово? Я говорю, есть. И я говорю слово. После того, как я сказал слово, и вышел, человек покаялся. Потом происходит такой момент, брат, который ко мне подходил, он начинает говорить слово. И, знаете, и говорит о том моменте, как многие братья на своих жен недовольные. Я такое обличение внутри получаю. Я приехал, и это чувствую руку Божью. Бог направил вот этими всеми моментами, чтобы один человек покаялся. и когда заканчивает брат, я говорю, можно минуту. Я говорю, вышел, я говорю, мне не стыдно, но совесть меня обличает. Я говорю, хочу попросить прощения за то, что я не увидел руку Божью. Я не увидел ее изначально от того, как он берег, буквально там разница. То есть, что такое, когда вырезаются два здоровых автомобиля, грузовых. Это крутит все по трассе. Господь уже берег. Для чего берег? Он через сына остановил меня в Новомосковске, говорит слово для того, чтобы человек вышеупокаялся. И обличил меня в том, что я уже начал роптать. Понимаете? Вот, когда мне там брат подошел, почему так? Я говорю, слушай, ну вот нет конкретного. Вот, жена звонит как-то, затормозила меня. Вот мы конкретно не договорились. Вот так и получилось. Не чтобы сказать, слушай, ну, так получилось, слава Богу. Не надо никаких лишних слов, не надо ропота. Потому что руку и чудеса Божьи, они неисследимы. Мы, но раз, делаем непонятные. И я понял еще одну вещь. Это назидательство, как мы, кто мы христиане. Мы призваны в Божий удел. Мы призваны по его соизволению. Мы соработники Божьи. Вот, ради одного маленького, но Господь Бог проделывает вот такую дорогу. Я хочу, чтобы имя сегодня прославилось. Я благодарен всем. А Богу слава и хвала. Аминь. Аллилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ